Так, значит, друзья, что в речи важно? Вот поливали двор из шланга? Поливали? Да. Вот зажимали пальцем? Ну, еще старый шланг, знаете, когда не было там всяких великих приспособлений. Так, покажите, как вы зажимали шланг? Большим пальцем. Большим пальцем, правильно. Значит, струя больше когда? Когда сильнее. Когда сильнее взорвешь, правильно? А тут идет напор. Откуда у нас напор идет? Из ног. Вот это все, напор речевой идет отсюда. И если вы так раскрываете вялые губы, у вас здесь падает речь. Значит, почему я показываю траекторию, это как струя воды. И здесь нужно чувствовать очень, вот тут раскрыто широко, а тут маленькое пространство. И теперь посмотрите, вот представьте, что это струя воды, но только она у вас идет отсюда. Хорошо? А теперь вспомните, кто ее видит, я уже не знаю отсюда, но не важно, найдите каждую свою. Вот. И здесь сделали. Как воду. Прямо смотрите, как идет вода. Раз. И попала вода туда. Ну-ка, давайте все. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. А что сидите? Восемь. Вот почему они не работают? Они приходят и сидят? Десять. Все работают. А если обоздали, идет час и одну выгнула уже. Авторитетную женщину. Так, значит, теперь, что еще важно? Когда вы поливаете, у вас есть объект? Да. Цветочки? Да. Чего-то такое вы поливаете. Правильно? Вот. Значит, и вы когда поливаете, смотрите куда? На объект. На объект. А вы поливаете с какой мыслью? Что хорошо ли я полил, не сбил ли я этот цветочек чертовой матери. Если вы смотрите на него, да, и смотрите, чтобы попал куда-то, куда вам нужно. Согласны? Да. Так вот, когда человек говорит, он об этом почему-то не думает в большинстве. Он не думает, куда он попадает со своей речью. И она говорит, вот, 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 падает. И если вы ослабите вот этот вот палец, куда вода, она будет вот облаживаться. То есть, если вы не видите объект, и если вы не создадите это сопротивление, а здесь напор, то тогда будет вот это вот, 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 вот. И тогда понадобятся мусорные слова. Потому что вы объекта этого не видите. То есть, поэтому, сейчас уже вы лучше считаете, но еще напишите важную штуку. Повесить мысль в пространстве. Повесить слово в пространстве. Повесить выступление в пространстве. Есть такой момент, намоленность, знаете? Церковь какая у нас? И православная, и мусульманская. Что там главное? Намоленность. Намоленность. Это да. А еще? За счет чего эта намоленность существует? Молитва. Чем по архитектуре похоже? Дацан, православная церковь, мусульманская церковь. А Лонька, не подсказывай. Купола. Правильно. А что? Акустика. А что создает акустика? Купол. Теперь вот тут язычком посмотрели, что у нас там во рту сверху? Купол. Купол. И вот этот купол, это то же самое, что купол в церкви. И намоленность создается благодаря вот этой-то траектории. А что наверху траектории у нас? Вот мы... Где друг? Вот вы сюда... Сейчас мы сначала оставим в пространстве, чтобы была эта намоленность. А потом подумаем, что же у нас находится наверху этой траектории. Сейчас вам понятно, что я говорю? Кому не понятно? Кому не понятно? Значит, сейчас мы следим. И теперь что нам надо? Вот мы уже научились туда направлять, правильно? А теперь смотрите, что я делаю, вы должны это услышать. Ну вот я направляю, скажем, вот в этот... Ну вот в окно, да? Там сидит чудесный молодой человек, руки в карманах. Значит, я им направляю. Раз, два... Слышите? Есть такой звучок, нет? Три, четыре, пять, шесть, семь. Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их читать совсем седой, смешной, забытой, в старомодном, странном, сиреневом камзове. Где-нибудь в богом забытом замке, на чужбине, под двой волков, под гром ветров, один-один-один со всей любовью покончив казанова. Нравится вам, не нравится, будете сидеть как пришитый. Вот. Почему? Потому что сейчас мы с вами это сделаем. Как научиться, чтобы вас слушали. Значит, сейчас мы попробовали. Раз, и закрепили там, как на булавочке. Два, и закрепляйте в пространстве. Как говорят в большинстве? Раз, два. Слышите разницу? Когда-нибудь в старинных мемуарах. Я сейчас не закрепила. Слышите разницу? Да. То есть, это не закрепляется. А вам нужно, что самое главное, не то, что вы сказали, а то, что люди приняли. То, что они поняли, правильно? А как вы сказали? Это ваше дело, хоть на четвереньки вставайте. Лишь бы люди запомнили и поняли, что вы им донесли. Согласны? Любыми способами. Вот. Ну, разумеется, стрелять не надо. Я иногда хочу, но как-то жалею людей. Так вот, значит, смотрите. Раз, и закрепили. Поехали. Раз. Так, не орём, не орём. Просто нужно... Если вы не орёте, хорошо видите там звук, вам не надо орать. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так, Танюшенька, иди сюда, моя красавица. Вылезай ко мне. Вот тебя, если отправить на модный приговор к Васильеву, он из тебя сделает произведение искусства. Это уже и сейчас произведение. Спасибо. Очень красивая женщина. Благодарю. А теперь смотри, Танюшенька. Послушай. Вот видите, у неё кусинка вот тут. Держи в ручке эту кусинку. Вот сюда вот направляйте и закрепляйте. Поехали. Раз. Не орём. Два. С любовью. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Разницу слышишь, как вначале они считали, как они теперь. Потому что вы это делаете, направляя звук со смыслом, с пониманием и с направлением. А теперь ты точно так же посчитай. Вот их всех посчитай. Всех. Ну вот так, двумя руками считай. Давай. Раз. Нет, давай. Считай, считай. Закрепляй. Раз. Нет, нет. Раз, это не пойдёт. Так, ещё раз. Раз. Семь. Да, считай. Раз. Два. Десятками считай, как цепляй. А, десятками. Давай. Десять. Десять. Хорошо, хорошо. Все работаем. Открой челюсть, пожалуйста. И вот хотя бы только четыре человека посчитай. Раз. Два. Три. Смотри. Четыре. Вот смотрите, что делает её рука. Это та же ошибка, что у тебя. Вот, ты делай так. Раз. Хоп. И туда всё бросил. А тебе нужно тут всё закрепить. Раз. Два. Нет, а это ты. Там, мадам, и я стою мать. Вот. Раз. Два. Три. Не убирай руку. Вот самое главное. Раз. И закрепил. Два. А ты делай раз. И главным становится вот это. Поэтому у тебя голос назад уходит. И язык у тебя уходит сюда. Куда рука уходит, туда язык уходит. И он становится преградой для произношения. Раз. И там оказалось. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Опять. Опять взялась. А старая. Давай. Давай. Раз. Нет. Притворяешься. Посмотрел на человека. Увидел его глаза. Раз. Уважение должно быть. Раз. Два. Куда рука поет. А голову не уходит. Вот. Я затопила. Но ты его резко убираешь. И он у тебя захлебывается. Давай. Раз. Да. Два. Три. Четыре. Пять. Разница. Слышите? И какие тут мусорные слова. Они пойдут поразить. Потому что когда это все некуда и некуда. Вот. Потому что мысли когда закрепляется. Тебе не нужны эти все соответственно. Вот это. Э. Вот это вот все. Поняла? Да. Спасибо тебе большое. Благодарю. Значит опять возвращаясь к нам. Значит что у нас получается. Мы ногами опираемся. Так. Ну-ка самый здоровый мужик идите сюда. Или парень самый здоровый. Идите кто там. Идите. Идите сюда. Это ваш шанс. О молодец. Иди сюда. О. Молодец. А вот теперь смотри мы сделаем такую историю. По-настоящему мы работаем. Попробуй сдвинь меня с места. Упризь меня плечи. Вот. А я тебе говорю. И сдвинь меня с места. Давай. Слегай. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Правильно. Правильно говоришь. Давай. Давай. Да. Да. Вот в том-то и дело. Значит ты стал куда опираться на ноги. На ноги. То же самое с речью. То же самое. Когда вы опираете сюда появляются силы, богатство звука. А когда вот здесь вот вы такой флипкий получаете. А теперь вот смотри. Видишь давай мы с тобой. Показывай. Пошли. Поехали. Так. Поехали. А теперь раз. 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 Давай. Два. Теперь пошли. Раз. А теперь вот это же смоделировал в зал. Раз. Давай. Пошли. Да. Смоделируй. Ноги. Раз. Давай. Два. Три. 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 Четыре. Пять. Молодец. А что это все? Молодец. Молодец. А что это все это не очах. Это все не видно должно быть. И поэтому ты стой себе спокойно. Смотри на людей. Объект у тебя есть. Раз. Два. И считай себе спокойно. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. А теперь ничего не интонируй. Очень спокойно. Говори без всяких постов, без всяких дужинок. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги. Шесть. Семь. Ну вот и молодец. Просто не мертвец. Значит, вся штука-то у нас сила голоса и диапазон, когда она пронизывает все тело. А когда это вот тут где-то, вот тут где-то, чего-то, то, во-первых, голос садится, здоровья нет. А когда голос через все тело проходит, тебе ничего не нужно вообще. Просто включить себя, подверху в задницу ставить и все, подверху в задницу ставить, вот, ставил и пошел электричество, энергетика, вот он, все. И тогда это идет, ты включен. А если перенесешь весь, то у тебя нет запринятия. А у тебя вообще не занимается. Не занимается. Так, получается так, что нужно закрепить звук этого и, вы поняли, закрепить звук. И вообще, когда вы что-то говорите, сразу это повесьте над аудиторией, закрепляйте все. Поняли, да? Поэтому вот и движение, и любой жест, он не будет себе думать, куда руки деть. А руки вот, вот и огнем в зал. А там они уже сами знают, как им быть. То есть, не думайте, руку так, руку так, жестом. Главное, когда у вас ноги правильно стоят, эта часть тела получается не расслабленной, а свободной. Поэтому пишем не расслабленность, а свободность. Потому что когда говорят, расслабься, человек сразу расслабляет колени. И все, он уже рак аудитории. Поняли этот абзац? Да. Так, а теперь вопросы. Смотри, вот, Танюш, сколько она твоих вопросов отвечала? Да. Ну, давайте дальше. Ну, как бы.